Учитель, учитель, представитель стилей, врач, лидер. Но что делать геологу? Об этом я решил спросить своего папа. И вот что я узнал о его обучении в телесной и материнской профессии. Геология – это новое строение, создавая людей, об истории ее рождения, формированиях и законоперностях развития, обогатствах ее нет. Другие понятия Солнечной системы тоже играются в детстве геологических исследований. Геология – это специалисты, занимающиеся выявлением и оценкой месторождения и полезных ископаемых, а также изучением глубины в особенности земных метров. А что такое полеме ископаемых? Какие они бывают? Это газ, нефть, уголь, ура, золото, алмазы, самоцветы и даже вода, которую тут умершись в колодце в деревне. Она называется артизианская вода. Геологии все это ищут, добывают, изучают, анализируют, проверяют на качество и прогнозируют, где угаковку логов по земле могут прятаться в свете по местным ископаемым. А как логи еще это бывают? Копать лопатой? Нет, не лопатой, а специальные машины – буровые установки. Но буровые установки ведь не на тысячи, а бывают карьеры и перешатки. Хотя бывает, что для изучения копать не малобанности срока-таншеи, но чаще всего копать ископаемых. А чем занимаешься ты? Расскажи о своей работе. Я работаю в компании «Росбумажа» в городе Москве. Это геологическая служба госкорпорации «Роскарта». Наша цель – найти и привести стране много полезных ископаемых. Но основная наша задача – ура! Что такое уран? Для чего он не нужен? Уран – это очень важно и нужно для России по местным ископаемым. Благодаря урану наши ученые научились добывать бешевую электроэнергию на атомных станциях. А еще благодаря урану Россия является самой первой бессильной страной в мире вооружении. Потому что из урана держит очень много оружия, ядерный бомбок и ракеты. Это нужно для того, чтобы Россия всегда стала сильной державой и могла дать отпор в программу. Папа, ты любишь свою профессию? Почему же интересно? Да, очень люблю. Интересно находить то, что не видно никому. Ведь мы сами разрабатываем гранты месторождения ископаемых. Интересно работать нормально, каждый раз обновлять новые руки и делиться своим опытом. Интересно идти в разные города, страны, новые места, где наблюдать, как добывают нужные ископаемые. Рассказывай про те, как представь, которые бывало в своих поездках командировок. Что ты там не делаешь, уроженый? В Венееве, это в Африке, мы добывали бакситы. Бакситы – это бурная пророда, из которой добывают алюминий. В Израиле мы сказали, что добывали деть, проводили исследование морского грунта на месте земного моря для строительства порта. В Казахстане мы исключаем из прошения в мире. Почему ты решил стать геологом? В детстве обо себе геологом. Мама, папа, с предыдустами работают геологами. Мне, маленький обладающий мальчик, по-моему, были интересными как мнение генералов. Так что мы с тобой из династии геологов. Основал нашу династию мой геологство, попов, Данил Иванович. Доктор геолога геологических, рука профессора агадемии Кипецкой СССР. Танеца нашей геологии 10 детей. На память о дедушке у нас остался уникальный камень Чароэль. Этот камень уникален тем, что без рождения единственное в мире есть только в России. Папа, мне, может быть, после твоего рассказа, мне не забудьте стать геологом, как я хочу. Как им стать? Чтобы стать геологом, нужно хорошо учиться. И особо в нем, а люди, как индукритор, как физика, химия, география, латинатика, иностранные языки. Ведь геологу приходите в праздновательные земли и общаться с людьми, как говорят о нем языках. А самое главное, надо любить деду и герою. Я решила улыбноваться. И мальчики, и девочки.